Строительство детского сада на 350 мест в жилом комплексе Люберецкий продолжается. Объект готов почти на 30%. Завершается возведение монолитного каркаса. Ход работ проинспектировал временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Волков. Строительство идёт по графику и даже с опережением. Ещё в июле из земли выглядывал только фундамент объекта. Сейчас детский сад на уровне третьего этажа. Технология монолитно-кирпичная. С точки зрения каркаса это стандартно, но есть некоторые нюансы. Здесь у нас идёт пахверк. Вокруг окон будут обрамления красивые. Полностью тонкостенный штукатурный фасад. Идёт декоративный слой. Будет интересная плитка маленькими-маленькими такими кирпичиками. В некоторых частях выполнена. На сегодняшний день подбираем колировки. Будем всё рассовывать уже с заказчиком. Современный фасад, красивый. Ребёнка водить будет. На объекте находятся три инженерно-технических работника и 38 строителей. Работает башенный кран и три единицы техники. Сад очень необходим. Это новый микрорайон. Строится новое жильё. В основном, конечно же, покупают квартиры молодые семьи. И такие объекты, как школы, как сады, должны быть в пешей доступности. На сегодняшний день уже порядка 27-28% выполнения. Идём мы по графику. На первом этапе у нас были определённые сложности, но мы с ними справились. Возведение монолитного каркаса практически завершено. Идёт заливка вертикальных конструкций третьего этажа. Этот вид работ продлится ещё недели две. Потом здание отдадут под отделку. Сейчас мы видим, что объект льётся монолит, ведётся кладка. В ноябре месяце уже будет закрыт контур и будет подано отопление на этот объект, чтобы зимой вести отделку и не нарушать технологию. Сбоев на объекте не предвидится. Стройматериалы поступают своевременно, запас имеется. Оборудование импортного производства, использование которого предполагалось, заменено на отечественные аналоги. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.